За 7 месяцев текущего года Госавтоинспекции города Новошахтинска выявлено 30 нарушений за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и 30 отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также 5 нарушителей привлечено к уголовной ответственности Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения пешеходами выявлено 97. Хотелось бы напомнить жителям города и довести информацию пропагандистского характера для формирования отрицательного общественного мнения к нарушениям правил дорожного движения, недопустимости таких нарушений, как управление в состоянии опьянения и повторное управление, а также управление лицами лишенного такого права, где наступает ответственность за допущение правонарушения. А именно, в статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф 30 тысяч рублей с лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет или административный арест от 10 до 15 суток лицам, не имеющим права управления. В статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации штраф от 200 до 300 тысяч рублей или обязательными работами до 480 часов или принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Управление транспортным средством в состоянии опьянения, помимо административной или уголовной ответственности, влечет за собой более тяжкие последствия – гибель и травмы других людей. Не садитесь пьяными за руль. Пешеходы. Передвигаясь по дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, должны быть одеты в одежду светлых тонов, со вставками и светоотражающих материалов. Применять фликеры и фонарики. Пешеходам при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек двигаться навстречу транспортному потоку. Не отвлекаться, особенно при разговоре по телефону. И используйте его в качестве фонарика. Помните, водителю будет проще распознать вас на дороге, если вы станете заметнее, что поможет избежать наезда.